Около 25 миллиметров снежных осадков. Именно столько выпало в Самаре в период новогодних праздников. Зимнее содержание территории города стало одной из основных тем совещания, которое прошло в Департаменте городского хозяйства и экологии. Первый вице-мэр Алексей Веселов поручил профильным службам нарастить темпы вывоза снежных накоплений. В период снегопада основная работа была по расчистке. Направляли тяжелую технику – это грейдера-погрузчики для снятия удаления коленности. Задействованы каждую ночь порядка от 60 до 80 самосвалов. В среднем вывозится по 2,5-3 тысячи тонн. И за эти 8 дней фактически у нас вывезено 27,5 тысяч тонн снега на площадке складирования. Сейчас снег принимают на шести специализированных площадках. Первые дни Нового года отметились резким понижением температуры воздуха. В ночные часы она перевалила за минус 20 градусов. Параллельно с расчисткой территории выполняется удаление наледи и снежных накатов. В работе профильные службы используют песчано-соляную смесь и минеральный концентрат галит. Применение противогололедных материалов необходимо. Работа наиболее эффективна, пока снег не утрамбован. При смене температурного режима это предотвратит образование гололеда. После внесения реагентов идет очистка, подметание. При необходимости доочистка организуется вручную. Специалисты поясняют, реагенты применяются локационно и только в том объеме, в каком необходимо. Повышенное внимание уделяется расчистке и обработке противогололедными реагентами, спусков и подъемов проезжей части, лестниц, тротуаров и других пешеходных зон. На особом контроле – подъезды к школам, детским садам и учреждениям здравоохранения. Еще один вопрос, который обсуждали на совещании, касался случаев отравления угарным газом. Департамент городского хозяйства вместе с главами районов продолжает контроль и за отработкой сообщений, которые поступают от жителей, в том числе через социальные сети. Накануне в течение суток на уборку всех городских территорий, включая улично-дорожную сеть, общественные пространства, дворы, внутриквартальные зоны, было направлено 445 единиц техники и 2146 уборщиков. Силы средства сегодня нарастили. Так, только в дневную смену 9 января трудится 3329 дворников и дорожных рабочих. Задействовали 266 машин. Дорожные службы просят с пониманием отнестись к работающей технике, по возможности перемещать свои автомобили на уже расчищенные локации. Также напомнили о необходимости соблюдать знаки запрета остановки, парковки. Это позволит более эффективно и быстро привести город в порядок. Аналогичные работы по расчистке и обработке ведутся на придомовых территориях, дворовых и внутриквартальных дорогах. Жителей также просят оставлять свободными подъезды контейнерным площадкам. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.